Прям беритесь и делайте. И вы поверите в свои силы. Самое главное. Астма самый-самый первый этап, который быстрее всего уходит. Астма, аллергия, то же самое частично. Сразу скажу, что этим методом можно выровнять спину, горб. Вот медики знают, можно вообще горб выровнять? Нет. Тручки имеются. Совершенно ровненькая спинка. И самый взрослый человек, с которым я это делала, это была женщина 42-43, наверное. Вот. Это одна из моих учениц. Самое что интересное, выровнявшись, вот выстроил, горба вообще нет, горба 43 вне. Как можно? Распилить? Нет. Не надо. Это я даже делала, вот как бы, как быть, я могу показать эти техники, что я делаю, только в том случае, если вот есть знакомый. Потому что я не могу вам показать, что я делаю, если этого нет горба. Но горба есть, вот на нем показывают. Значит, и повезло одной группе. Как раз я вот показала, что это, что можно сделать за один сеанс. И на сколько он уйдет. Вот. Все это фотографировалось, все снималось. Через, конечно, всех отвисли. Но это можно сделать. Сразу говорю, не чудо, не фантастика. Все очень даже... Для нас это обыденно. Сколиозы. Доже, да. И есть очень тяжелейшие просто с деформацией совсем, но результаты, да, они идут медленные. Если это вот, ну, чуть-чуть, так это быстро. А если это уже со смещением, со скруткой, ну, дольше. Ну, все равно результаты есть. А? Ну, вот. Впалая грудь и все. ДЦПшинки все знают. Цельпанчики. Ага. Все ровненько, грудная. Вот это самое такое. Это даже не... Я это даже не считаю за работу. Потому что это просто результат, в любом случае, первичный будет. А вот когда у ДЦП еще и горб, который со спины исключенный, вот это, конечно, да. А тут это вообще просто. Вот кто? Первые ступени, это... Можно даже с первой ступени сделать. Там не нужны большущих каких-то техник. Потому что все остальное, там же технически есть еще какие-то приемы другие, которые можно использовать для того, чтобы с этим сработать. Вам ведь тоже важно понять. А что вы после первой ступени получите? Ну, я вам говорю, то, что вы получите. Бессонница, пожалуйста. Усталость хроническая, пожалуйста. Депрессия, пожалуйста. Астму я уже говорила. Как его это... Всевозможные, как в народе говорят, грудная жаба. Вегет-сосудистая дистония, там, допустим. Какие-то приступы такие у ДУШ-я, сердцебиение, тахикардия. Пусть в первой ступени, пожалуйста. Улучшения 100% будут. Насколько они стабильны, все будет зависеть от того, как вы будете работать. Но даже с этим все это прекрасно работает. Ну и... А? Занесенность. Да? Коленки вниз. Коленки. Дышите. В любом случае, это не быстрый процесс, потому что это уже так, что это уже на будущее. Значит, вот все, что связано с грудной клеткой, я вам сейчас говорю. Колено, это вы потом поймете, что оно посередине. И кто его тянет, и кто его смещает с этого мозга. У каждого, как вы сейчас услышали, да? Могу опять крикнуть неожиданно? Я вам поймете разность. Вот. И колени, суставы, это уже будущее. Но в будущем, да, делаем. Да, и есть у нас, которые... О, господи, сейчас. Артриты, артрозы, святое дело. Коксартроз. Коксартроз. Уже с предложением на операции. Все, ничего нет. Стоит на месте, операцию не делаю. Есть такие, несколько человек. А после операции, нарушение подвижности, когда искусственный тизобедренный сустав, как это заставить делать? Пожалуйста. Парализация, и вы это увидите еще, кто будет дальше, значит, кто будет дальше, если захотите, и вы дальше учиться. Вот на первой ступени этого нет. Я вся для вас и вся с вами. Начиная со второй ступени, здесь будут присутствовать приглашенные. Это сложные взрослые ребята со сложными диагнозами. И вы будете видеть, что с ними происходит. Вот все будет происходить на ваших глазах. С ними будут работать я, будут работать спецы. А иногда что-то, может быть, если группа более-менее с руками такая, что я могу доверить, я скажу, что вы можете притронуться к их телам. А могу запретить категорически, потому что очень важные все процессы, которые у них происходят. Я, как вам сказать, я переговорюсь к их телам. А что можно нарушить и как, это вы на себе будете чувствовать. Еще очень даже здорово, даже этим мягким и легким прикосновением. Вроде бы ни о чем, но вы поймете, насколько это о чем. Поэтому со второй ступени, вот один парень парализован нызно, он уже у нас в среду, он сказал, что он уже впервые за год самостоятельно сел в ванной и самостоятельно стал что-то делать руками. Вы все это можете вконтакте, где-то у нас все будет, пишите вконтакте, в фейсбуке. Костя. Трофимов это молодой человек, который впервые в 25 лет. Вроде бы фигня. Он стоял самостоятельно перед столом. 15 секунд он опирался на этот стол. Для него это важно. Самое главное, вы посмотрите это видео. Вы не смотрите, как он там стоит. Вы смотрите на его лицо. И вам лицо расскажет обо всем. На нем все. Сначала шов, потом недоумение, потом ужас, потом кайф, потом восхищение, потом опять недоумение. Потому что в 25 лет он впервые это сделал, впервые стоял на своих ногах, ни за кого не держась. У кого до цепочники особенно тяжелые, это внешне кажется, что он ходит. Он висит. Ходить они не могут. Так вот он впервые стоял самостоятельно на своих ногах. Это Коста будет. И еще Андрей, которому 38 лет, тяжелее щенец. Поэтому все они колясчики. Вот кто будет дальше ходить, вы все будете видеть, чего я делаю, как я делаю, какие задания даю специалистам. Что с ними происходит. И фидбэк в этот самый, да, обратная связь сразу же будет перед вами. Вы можете их чего угодно спросить. Они, ребята, уже все открытые, все рассказывают. Какие у них, откуда, чего и какие проблемы, с чем связаны. Вы на них увидите, насколько связана психосоматика и психология. Психосоматические напряжения с состоянием тела. Сколько мы убрали и проработали психосоматических напряжений. И насколько это действительно стало удобовариво для них. И что это освободило. И насколько они стали более свободные. Значит, видео вы можете посмотреть, там есть Костя, который поет с непоседами. Отлично поет. Я когда слушаю, я мороз покрою. Вот. И там видно, что ребенка к соглазию. Я говорю, вовремя сняли. Но там видно к соглазию. И дальше фотографии, видео есть к соглазию. К соглазию ушло. Он стал лучше смотреть, видеть. Если он раньше смотрел вот таким вот образом. И тыкал пальчиком на компьютере. Теперь он сидит уже в таком положении. И может это делаться. Зрение улучшилось. При том еще, что он там булки держит своими. Короче, что я не буду сейчас рассказывать. Это для него чудо. И естественно, слава Богу. То есть он возвращается к нормальной жизни. А Андрей в прошлом году даже, ребята, поступил в институт. Учится на психолога. Если сначала у него, кстати, мне вчера сказали, в среду сказала Манова, в прошлом году ему давали специального помощника, который переводил, что он говорил. Ну, уже он говорил лучше. То сейчас он говорит самостоятельно. То есть он говорит, его понимали. Год назад его не понимали. Сейчас понимает, о чем он говорит. У него уже сменили аппарат слуховой. А он практически глухой был. Вот. Сейчас я иногда прикалываюсь и что-нибудь такое тихонечко говорю. Но дома, как он говорит, что когда он успокоен, вообще не слышится. Вот. И многие... Короче, вы увидите все эти вот результаты. И поймете, что эти результаты вы тут еще даже можете сделать, если вы это захотите. У каждого сразу скажу. Это не обязательно вам прям... Кто-то может сказать, что я не хочу быть специалистом. Ну, ну, ладно. Каждый выбирает свою дорогу. Когда вы... Вот. Вы понимаете, что вот это вам нужно? Потому что знания получают только желающие. Если вы хотите, у вас они будут. Если вам это не надо, блин. Чего меня тянут на эту какую-нибудь ступень? Я вас никого не тяну. Вот честно скажу, баба служит, как бы и легче. Мне нужны только те, которые хотят. Просто так я никого сюда не тяну. И вот это вот преддверие всего остального. Это беседа наша, разговор о том, что вас ждет. И о том, самое главное, что вас ждет серьезная работа. Если вы хотите сработать, особенно с близкими, вам нужно трудиться. Вам нужно делать это каждый день. Если вы не готовы это делать, то мы вам советуем. Берете свои манатки. Лерчик отдает деньги. И все. И вы свободны. И у вас никакой ответственности. Но если вы действительно обучаетесь, вы, значит, сейчас принимаете ответственность. За своих детей, за свои поступки, за своих внуков, правдых, за своих близких. Потому что у вас в руках будет чудо, которое вы будете или будете пользоваться, или не будете пользоваться. Но если у вас в руках есть чудо, а вы не пользуетесь, значит, ваша ответственность что? Она вам там совесть. Будет очень даже фигарить. И говорит, ах, какая-то бессовестная. Это что это? Ну-ка, иди-ка работай. И ваши все нет, они сразу же будут бездоказательны. Самое страшное, я скажу, самое страшное на самом деле, со всех систем, которые только есть нарушение человеческое, когда человек осуждает сам себя. Поэтому у вас есть возможность. Взять манатки, забрать деньги, и у вас не ответственность, и все прекрасно. Вы можете объяснить своим близким, вы знаете, что-то вот была, да, была.